Друзья, всем привет! Приглашаю вас сегодня на паблик-ток, если это можно так назвать. Почему это паблик-ток? Потому что я буду говорить публично на темы, которые, может быть, очень часто остаются внутри индивидуальных классов, менторских сессий и очень редко выносятся куда-то в паблик. Поэтому это паблик-ток. Я, наверное, буду делать серию таких выпусков, таких видео, в которых я буду о чем-то рассказывать. Как тебе помогут актерские тренинги говорить свободно, дышать свободно и общаться? Это важный момент. Что, по большому счету, тут важно оговориться, что очень наивно полагать, что твоя жизнь и вот те сложности, которые мы все имеем в своей жизни, например, там, сложность в общении, нам сложно говорить, общаться, проявляться, проявляться, да, вот говорить вот это «я», заявлять о себе. И вот очень важно понять, вот сколько вам лет сейчас. Вот мне, например, 36 лет. И если я, например, из-за своих 36 лет, 20 лет жил неправильно, жил как-то не так, не привык к определенным паттернам в своем поведении, то очень наивно надеяться, что это произойдет вот буквально вот раз, два, три, вот случится и все поменяется. Я верю в то, что можно прямо здесь и сейчас повернуть 180 градусов, то есть развернуться на 180 градусов, развернуться в обратную сторону и пойти совершенно в другой путь. Я в это верю, что это можно сделать здесь и сейчас. И по большому счету вам необходимо это сделать, если вы вообще задумываетесь об этом. Но вот то, что это все случится и произойдет вот так прямо раз, два, три, вот вы сегодня послушаете это видео, и завтра это все само произойдет, конечно же, нет. Вся эта история, она связана с привычками. А привычка, как вы знаете, держится 21 день, ну там много всяких книг, подкастов, ну много информации в интернете по поводу того, как выработать привычку. Обычно говорят, что чтобы привычка вошла в нас, нужно 21 день прям следовать. И, например, если вы хотите изменить себя и входите в терапию, то вам как минимум 21 день нужно с собой работать, ежедневно выполнять какие-то задания. Конечно же, выработка чего-то нового всегда это стресс, всегда это неудобство, потому что мы привыкаем, мы очень быстро привыкаем к определенным вещам. И когда мы начинаем их менять, вот изменение из этой привычки, это становится уже какой-то дискомфорт. Поэтому будьте готовы к дискомфорту, это нормально. Вот здесь очень важно понять, что такое вообще актерское мастерство. Актерское мастерство – это, наверное, не то, что вы думаете, то, что вам приходит на первый взгляд в вашу голову. Вот, кстати, мне будет очень полезно, я буду вам очень благодарен, если вы мне напишите сейчас комментарий, вот какая у вас была первая ассоциация, когда вы слышите про актерское мастерство. Вот актерское мастерство, чем вы будете там заниматься. Я вас очень благодарю за это. Почему я вас прошу? Потому что долгие годы, вот 6-7 лет, вот в Нью-Йорке мы уже занимаемся Лысков Студио, то есть вот уже полноценно как бизнесом, тренингами, welcome to yourself, добро пожаловать к себе. И все эти годы, каждый день мы решаем этот ребус под названием «Как же эти классы назвать?». И я вам буду очень благодарен, если вы подумаете сейчас и поможете мне это сделать. Напишите сейчас в комментарии, что для вас актерское мастерство. Вот, например, вас кто-то, подруга или друг пригласил на актерское мастерство на класс, сказал, что назвал вас по имени, сказал, пойдем со мной на актерское мастерство. Вот что вы подумаете, что там будет? Вот этот ответ будет самый ценный для меня, потому что, исходя из ваших ответов, я смогу выработать дальше некоторые инструменты, которые мне помогут для развития. Вот. Так вот, здесь очень важно проговориться. Я надеюсь, что вы это сделали. Можете нажать на паузу. А я продолжу. Вот здесь очень важно говориться, что такое актерское мастерство. Я преподаватель актерского мастерства вузовский. То есть я этим делом занимаюсь профессионально. Я этим делом занимаюсь давно. И прошел, на самом деле, все институции актерского мастерства. В детстве я занимался в театральном коллективе, самодеятельном. Потом я стал заниматься, поступил в Чекинское училище. Это уже профессиональное образование. Потом я поехал учиться в другую страну, в США. И закончил уже вуз здесь, уже по программе Американского музыкального театра. Потом вернулся в Россию уже как преподаватель. И попал снова в институт уже как преподаватель высшей школы. То есть у меня вот этот взгляд на актерское мастерство, он довольно широкий. Что я вкладываю в это понятие? Актерское мастерство, по большому счету, это, конечно же, не то, как я занимался в детстве. В детстве, скорее всего, у меня это выглядело в формате того, что мы берем какое-то произведение, какой-нибудь спектакль, его разучиваем и играем. Вот как кто во что гораст. Вот как нас смог режиссер, наш прекрасный педагог, сорганизовать, так мы не смогли. То есть не было такого профессионального подхода к работе. Когда же я уже начал учиться в институте, мне было 16 лет, я учился, и вроде меня пропускали через эту систему до такого глубинного уже погружения в систему, в актерское мастерство. Но что-то я, мне кажется, не сильно понимал. Я начал врубаться уже в нормальное, что такое актерское мастерство, по большому счету, в тот момент, когда я учился преподавать и уже преподавал. То есть я был в ассистентуре стажировки. И вот в этот момент я уже начал погружаться, когда мне стало уже интересно создавать что-то новое, потому что у меня было уже на тот момент два образования, американское театральное образование и русское театральное образование. Мне как раз хотелось, я видел какие-то несовершенства в системе, мне хотелось эти несовершенства допилить, доработать, как раз докрутить так, чтобы, ну, какие-то сделать шорткаты. То есть такие, знаете, как шорткарт перевести, такой короткий путь, какие-то моменты. То есть я видел, что у студентов, например, занимает сложность какие-то моменты, хотя я видел в них большую простоту, и я им помогал придумать, как это сделать. То есть так начала рождаться моя собственная система. И вот эта история, когда ты обучаешься уже, она очень психологическая. То есть там уже глубинная идет работа. То есть ты до того момента, когда ты коснешься текстом, ты должен очень много времени потратить на познание себя. На познание себя, пусть пугают эти слова научные. На самом деле ты должен просто узнать себя. Ну, узнать, от чего тебе весело, от чего тебе грустно, от чего тебе, не знаю, приходят определенные мысли, от чего тебе приходят счастливые мысли, от чего тебе могут приходить депрессивные мысли. Это, кстати, очень интересно. Часто у нас, мы так живем в жизни, что мы не задумываемся об этом. Нам как будто не хватает на это времени. И мы не задумываемся один день, второй день, третий день, потом это становится все в автомате. И мы начинаем жить нашу жизнь автоматически. То есть сильно не придавая значения рефлексии. То есть мы не рефлексируем, мы не задаемся вопросами, мы не задаемся… Знаете, как у маленьких детей иногда спрашивают, вот ты это сделал, зачем ты это сделал, зачем ты это сделал, вот почему ты это сделал. Мы часто видим, что дети такие стоят, они задумываются в этот момент и не знают, потому что часто действие было автоматически сделано. Вот по большому счету, чтобы проживать нашу жизнь с вами счастливо, нам нужно постоянно задавать себе этот вопрос. А еще лучше задавать этот вопрос до того момента, когда ты это сделал. То есть руководствоваться и делать моменты выбора, уже исходя из ответов на вопрос, зачем тебе это нужно, что ты хочешь добиться. Вот актерское мастерство в этом плане очень помогает, потому что вообще что такое актерское мастерство? По большому счету это умение сыграть жизнь другого человека. Ну не просто жизнь, да, вот ты берешь там как бы, это не просто срез другого человека. Это человек обычно, мы же играем пьесы, там с человеком, с персонажем что-то случается, то есть с ним что-то происходит. И это определенный набор, соответственно, событий, которые с ним происходят. То есть он виновник этих событий, то есть он что-то делает, что-то как-то на это реагирует, что-то совершает или является участником или соучастником этих событий. Вот этот момент очень важный. И мы, актеры, когда мы начинаем работать над ролью, мы начинаем работать как следователи. Это очень история похожа на какое-то, знаете, на раскрытие какого-то детектива, раскрытие какого-то, может быть, убийства, которое происходит. Нужно разгадать. Вот приходит детектив на место преступления, и он не знает, кто преступник. Вроде все вот сидят в комнате, все вот такие хорошие, милые. Но кто же преступник? Кто-то из этих десяти человек точно убийца. Да кто же? И вот следователь начинает эту историю раскручивать, раскрывать. Вот актерская работа, она очень похожа на это. Когда мы начинаем раскручивать историю, следовательскую работу. Вот мы начинаем садимся и начинаем задаваться вопросами. А почему человек это сделал? А какие были его мотивы? А какой у него был выбор? А почему именно так сделал? А почему он не сделал по-другому? Мы начинаем задавать эти вопросы, и таким самым образом начинаем распаковывать личность. Мы начинаем понимать, ага, этот человек, например, упрямый, вот он, например, не слышит других. Или наоборот, например, самоуверенный, он понимает, что его никто не понимает, и что ему приходится идти напролом. Это вот тоже все характер. Но какая же штука, вот секрет, как сыграть другого человека? По большому счету, вот как раз ответить на эти все вопросы. Но есть дальше интересный момент. Нам невозможно ответить на эти все вопросы до того момента, пока мы не сможем ответить на эти же вопросы внутри себя. Не ответим на вопросы про мотивы, не ответим на вопросы, почему мы совершаем что-то, почему мы сделали так, а не иначе, почему мы выбрали общение с этим человеком, а не с другим. Вот эти моменты, они очень увлекательны. И вот, например, по системе Щукинского училища и первого года обучения в Щукинском училище, мы, например, запрещаем студентам, и я так учился, когда я был студентом, и когда я уже преподавал, вот мы запрещали студентам первый курс играть кого-то другого. Задача была целый год играть на сцене себя. Но на сцене, опять же, это не в материале, не в драматургическом произведении, а в этюдах, то есть в упражнениях, в маленьких таких сценках, да, давайте назовем это так. Эти сценки, они обычно даются по разделам школы. Разделы актерской школы – это такие маленькие моменты, из которых состоит актерская работа. Например, умение играть вместо действия, умение играть перемену отношений к предмету. Вот, например, кофе вкусный у меня или, может быть, он невкусный. Вот, я могу попробовать, он мне нравится, нравится вот это сочетание вкуса. А может, не нравится, я могу попробовать, и сказать, да, по-моему, молоко скисло, да, невкусно. Вообще, может быть, даже опасно для жизни, потому что сколько оно там вообще стояло. Да, может быть, мне надо идти и выпить 2 литра воды для этого. Это все, по большому счету, элементы школы. Чтобы я сейчас туда углубляться не стану, я вам скажу, что вот, например, вот этот момент с кофе, который я вам показал, как пример, вот мне играть другого человека вымышленного здесь нельзя. Мне нужно играть от меня, от моего ощущения, то есть от того, как я, Артем, Артем Лысков, как я чувствую, как бы я себе повел. Вот это очень важный момент. Вначале он вообще непонятный для студентов, но день за днем, день за днем, когда ты выходишь на сцену, делаешь вот такие маленькие-маленькие-маленькие упражненица, ты в какой-то момент начинаешь волей-неволей задаваться вопросом, а кто я? Вообще, а как у меня это работает? А почему именно так? А как я отреагирую? А это честно было или не честно? Потому что в актерском мастерстве очень важно быть честным. И очень важно говорить правду. Как ни странно, да, парадокс актерского мастерства, потому что, по большому счету, мы, играя другого человека, притворяемся, то есть обманываем зрителя, выдаем себя не из-за того, кем мы являемся, но при этом мы постоянно ищем правду. Это тоже уникальная тема. Я вот за это актерское мастерство обожаю, потому что, чтобы быть, чтобы быть максимально уметь очень точно врать, нужно быть очень честным. Вот это один из залогов актерского мастерства. Вот, по большому счету, потому что все роли, все, что вы видите в кино, это мы, конечно же, это не мы. Это, конечно же, мы все вас обманываем. Мы это все придумали в своей голове и так искусно сделали, что вы обманулись. Вот, например, вы смотрели сериал «Ранетки», смотрели Колю Платонова и думали, ой, как он похож на меня. Да, он что-то похож на меня, но в 90% случаев он на меня не похож. Это абсолютно другой человек. Но я надеюсь, что я хорошо сделал свою работу и вас так обманул, что многие из вас мне пишут и думают, что вот характер Коли – это характер мой, Артема. На самом деле это не так. Вот, и когда меня часто путают, я себе такую галочку внутреннюю ставлю, и даже когда называют меня по имени Поля, я так и думаю, хорошо, хорошо сыграл свою роль, хорошо обманул вас. Вот, и значит, что-то есть. Значит, не просто так. Вот, ушел в актерское, да, ушел в роли, и сразу меня это захватило, сразу накинуло какие-то мне воспоминания, ассоциации и прочее, прочее. Очень, кстати, приятно. Я вас вот даже за этот момент благодарю за то, что я вот могу так вспомнить, поделиться с вами. Кстати, напишите комментарий, если вы смотрели этот сериал, и может быть, у вас есть какие-нибудь ассоциации по поводу него. Вот. А мы продолжаем. Так вот, как же освободиться через актерское мастерство? По большому счету, никакого момента освобождения нам не нужно делать. Нам нужно просто быть самим собой. Нам нужно просто узнать себя. И вот таким образом актерское мастерство очень круто помогает расслабиться, потому что день за днем ты выходишь и играешь в себя. Педагог, в данном случае я, задаю вам наводящие вопросы, которые ставят вас иногда в тупик, иногда помогают вам вашему мыслительному процессу, иногда помогают еще больше, лучше понять. И это очень интересно в тот момент, когда ты понимаешь, что ты работаешь не над каким-то персонажем, который написал автор, а когда ты работаешь над своей жизнью. Когда ты начинаешь узнавать и понимать себя лучше. Вот это, наверное, ни с чем не передаваемое ощущение, когда ты начинаешь понимать и такой думаешь, блин, так вот же я, вот же я какой. Это я? Это про меня? И вот это становится интересно, когда ты понимаешь, что ты узнаешь себя. Что такое узнавать себя? Это значит, что лучше себя понимать, лучше собой управлять, потому что, конечно же, мы управляем собой. Это очень важный навык, умение управлять собой, умение, знаете, менеджерить себя. И я часто очень говорю, что мы все склонны к тому, что у нас разные эмоции, разные моменты в нашей жизни, сколько случаются. Есть хорошие моменты, есть плохие моменты, есть веселые, есть очень грустные. И наша задача не сократить моменты и сделать только, чтобы были только счастливые моменты, а выработать умение выходить из каких-то турбулентных состояний очень быстро. То есть самая главная задача в самопознании – это, опять же, не остеречь себя, если можно так сказать, не остерегать себя от плохих моментов, а быстро из них выходить. Потому что плохие моменты, они тоже нам на самом деле нужны. Они очень важны для ощущения баланса личности. Нам тоже нужно как радоваться, так и переживать. Нам нужно смеяться и нам нужно плакать. Это баланс, так устроено. И это очень важно. Другой вопрос, чтобы мы умели из этого состояния быстро выходить, чтобы оно нас не захватывало. Потому что самая большая сложность – это когда состояние захватывает, и ты из него, к сожалению, без чужой помощи не можешь выйти. Вот тут уже нужны психотерапевты, тут уже нужны антидепрессанты, когда человек не может самостоятельно выйти. У него как будто нет сил к быстрому восстановлению. Я всегда провожу параллель со спортом, потому что профессиональный спортсмен – это не человек, у которого не устают мышцы. Профессиональный спортсмен, атлет – это тот человек, который умеет быстро восстанавливаться и не наносить ущерб своему организму. Для чего мы тренируемся? Для того, чтобы момент восстановления был быстр и не наносил нам ущерба. То же самое с ментальным здоровьем. Мы занимаемся не для того, чтобы быть всегда счастливыми, бегать такими пиздодучиками, такими, знаете, такие «та-та-та-та-та, у меня всегда все весело, всегда все весело». Не про это, а про то, что я умею с честью переносить счастливые моменты и с честью переносить моменты грустные и не улетать. Вот это очень важный момент. Я буду очень благодарен вам, если вы мне будете оставлять вопросы, задавать их, потому что это очень важно. Это поможет нам, наше с вами общение, выстроить в формате диалога. И мои видео будут более четко попадать под ваши запросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!